МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мое путешествие привело в Иран, страна, которая вызывает очень сейчас много вопросов. Вот он вид на северные Ираны, на горы с моста Тебят, давайте мы с вами немножко поговорим вообще про страну, про которую так мало известно. Первый вопрос, который задают люди, приезжая в Иран, многие думают о том, что страна очень строгая. Да, конечно, вас просят, и обязательно девушек просят приехать сюда с платком, но ношение платка очень демократичное, вам не нужно одевать полностью ни хиджап, ни кап, всего лишь вот так, примерно, как я выгляжу. Девушкам разрешается носить одежду до локтя, то есть я могла, в принципе, надеть бы платье короче, и оно могло бы закончить здесь. Но мне приятно ходить в таком платье. По поводу алкоголя тоже многие задаются вопросом. Алкоголь запрещен только для мусульман. Иран, в Иране есть и еврейские кварталы, и в том числе армянские кварталы, в которых можно употреблять алкоголь. Иран сегодня находится под санкциями. Одна из главных причин для необходимости доступа к иранской нефти. Иран – это от самых богатых стран с нефтяными и газовыми запасами. Далеко не всем это нравится, и поэтому Иран сейчас вынужден идти против течения, отстаивая свою возможность распоряжаться ресурсами так, как это она считает нужным. Правление Шаха, которое мы часто видим в картинках, как такой радужный период с шортами и майками, тоже не всегда далеко был светлым периодом. Мало кто упоминает, что ресурсы и деньги, которые шли от нефти, в общем-то, шли от довольно узкого круга населения, которое просто занималось дальше коррением своей клиентуры. В 70-е годы эпоху нефтяного кризиса эта система дает сколько влиянием других социальных волнений в Раме, она разваливается. Конечно, она была подхвачена, революция была подхвачена мусульманами, она была подхвачена религиозным лидерам. Ну, на протяжении 30 лет режим постепенно смягчается, открывается, и сейчас Иран – это богатая страна, которую обязательно стоит посмотреть. Ну что, смотрим со мной Иран? Идём? Вот, посмотрите, как у нас традиционная иранская кухня, все снимают этот такой стол из обилия. Ох, посмотрите, вот это традиционное мясо, элиса, можно положить масло, салат, между прочим. Руки-руки. И, конечно, нам подарили Айрама. Обожаю Айрам, богатый иранский стол. Это приправа называется сумак. Это такая сушёная ягода, которую сушат, размельчают и добавляют потом к любым мясным блюдам. Она придаёт кислинку любому мясному вкусу. Я уже даже привыкла, и кислинку суп не нужен. У нас есть борщ, а у иранцев есть аш. Вот такой традиционный суп из нута на основе кислинки, и огурта. В Иране очень вкусный гранатовый сок. Кстати, вы уже, наверное, поняли, что еда здесь прекрасная. Сегодня утром я ещё попробовала иранскую клубнику. Она восхитительная, гораздо вкуснее, чем французская клубника. Во Франции очень много пестицидных, наполненных водой, овощей и фруктов. Абсолютно невкусных, тяжело найти. А здесь, прямо, видите, очень всё просто. Гранатовый сок бомбический. Это такой заряд бодрости. Так что, как видите, и кулинарная сторона Ирана тоже интересная и стоит того, чтобы её попробовать. Тегеран — это огромный мегаполис. Неофициально 20 миллионов человек. Мы сейчас смотрим на север. Соответственно, это самые престижные районы. Вновь горы, которые меня завораживают. И вот здесь внизу находятся частные виллы с бассейнами. То есть всё вот это — это дорогие районы. Чем выше в городе, тем лучше качество воздуха. Иран находится в низине, поэтому здесь не самая благоприятная экологическая обстановка. Мы сейчас на башне, с которой открывается Наран, 400 метров высоты. Виды завораживают. Рекомендую вам сюда подняться. Наши дороги привели нас в дворец Галистан. Дословно он переводится как «дворец роз». Здесь действительно потрясающий розовый сад. То великолепие, которое вы видите перед вами — это тронный зал шаха, построенный из мрамора, украшенный росписями, фресками. Это настоящее произведение иранского искусства. Здесь даже использовано дорогое стекло. А вот он, сам виновник торжества — редкий трон, построенный из зетского желтого мрамора. Впрочем, я думаю, что про него вам лучше сейчас расскажет наш потрясающий гид в иранской культуре Кристина. Трон выполнен из зеленого мрамора. Этот мрамор считается очень дорогим, редким. И сам этот трон, как и весь дворец, входит в список под охраной ЮНЕСКО. Считается одним из самых вершин архитектурного создания. Потому что такая работа по камню очень сложная. КОНЕЦКО. 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 Ага, он мне говорит, не волнуйся о тех, кто потерялся. Может быть, это задание для тебя, тест для себя, испытание от Бога. Иди напрямую и старайся быть честным, потому что нет ничего лучше, чем честность. И, может быть, это самая лучшая политика. Ты должен различать между добром и злом, и её доброе сердце будет преуспеть. Вот такой девиз, я считаю, для моего влога. Отлично. Это прям то, о чем я задумывалась. Надеюсь, что вам было интересно открывать со мной ран, чтобы вы насладились этой прекрасной страной. И что она заинтересовала вас. Это моя главная задача, дать вам пищу для размышлений. Призываю вас и не сидеть, пленусь стереотипов, путешествовать, оставлять собственный взгляд на мир. На мой взгляд, это уникальная возможность. Только так мы сможем с вами сделать так, чтобы мир был действительно во всем мире. Ну что, до новых встреч в видео. И подписывайтесь на мой канал. И расскажите мне, какие впечатления у вас оставил Тегеран. Субтитры подогнал «Симон»